Проникновение в душу человека, чтобы душа откликнулась, что Слово Божие живо и действенно. И отца, и сына, и святого духа. Аминь. Книга «Открытым оком», 15 том, тема «Семья». Вопрос 3011. Как устоять молодому человеку, если он еще с родителями и во всем от них зависит, а они не желают, чтобы он ходил в церковь? Ответ Игнатия Лапкина. Слово Божие дает нам рецепт страха, и от родителей бы не получить смерть. Матфея, 10 глава, 37 стих. «Кто любит отца или мать более, нежели меня, не достоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, не достоин меня». Впервые о Боге я услышал в 1991 году от своего родного брата Саши, когда мне было 14 лет. До этого я вообще не задумывался о вопросах, касающихся души, жизни, смерти, религии. Даже не знал, что в Барнауле есть храм. На уроках истории преподавали о церкви, только лишь как об организации, стремящейся к приобретению земель, распространению влияния и т.д. Никто со мной не вел бесед духовного содержания. Никакого богоискательства, как у других, у меня не было. Наверное, потому что был еще мальчиком. Жизненных испытаний не было. Были отец и мать, которые меня любили. Если бы даже на улице мне кто-то дал приглашение на собрание верующих или книжку о Боге, то на собрание я не пошел бы. Занимался спортом, хорошо учился, на это требовалось время. И книжка не отложилась бы у меня в голове, так как не с кем было ее обсудить. Родители и родственники неверующие, друзья тоже. Думаю, что если бы раньше или позже я услышал о Боге, то, может, и не откликнулся бы на Божий призыв. 2 Коринфянам 6, глава 2 стих. Ибо сказано, во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. Вот, теперь время благоприятное. Вот, теперь день спасения. В духовном плане меня можно было сравнить с чистым листом бумаги. Имею в виду то, что не занимался никакими оккультными, восточными учениями, не состоял в какой-нибудь секте. Благодарю Бога за то, что я не ходил никогда в храмы московской патриархии. Тем более не был крещен, в кавычках, там. Не был научен бабушкиной, в кавычках, вере в Бога или вере в душе, потому что это могло быть препятствием при первой встрече с Библией или настоящим верующим человеком. Переделывать всегда труднее, чем строить заново. Сейчас я понимаю, что Саша просто пересказывал то, что слышал на занятиях по изучению Библии, на которые он начал ходить с осени и зимы 1990 года. Рассказывал мне о Боге и его проявлениях в природе, жизни людей. Читая Новый Завет и другие, приносимые братом книги, я постоянно получал пояснения в устной форме, какие-то примеры из жизни, доводы в пользу существования Бога. Иоанн, 21 глава, 25 стих. Многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Я очень любил телепередачу «В мире животных», поэтому запомнилось прослушивание пленки с записью об удивительном строении человека, о бесконечном разнообразии природы, как все мудро устроено и предусмотрено рукой Создателя, будь то муравей или космос. Римлянам, 1 глава, 20 стих. «Ибо невидимое его, вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы». Псалом, 8, с 4 по 5 стихи. «Когда взираю я на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его? Или сын человеческий, что ты посещаешь его?» Приходит на память тщетная попытка учительницы биологии объяснить, как произошли пернатые птицы из присмыкающихся. В это же время Библию начала читать, и моя мама, особенно ей понравились книги Соломона и Иисуса Сирахова, особенно те места, где говорится о пользе учения, мудрости в поступках. Притчи 1.7. Глупцы только презирают мудрость и наставление. Вот эти беседы, которые смело можно назвать живой устной проповедью, положили начало самостоятельных рассуждений о Боге, предназначении человека и его смысле жизни, о вечности, неистребимости его души, красоте природы, о том, что после смерти человек не умирает и многое другое. Я стал мысленно молиться, рассуждать, что меня ждет в жизни, для чего я живу. Моя душа не могла не откликнуться. Летом 1991 года Саша принял крещение, а осенью этого же года я сказал, «Господи, Ты есть». Иоанн 20, глава 28 стих. Фома сказал ему в ответ, «Господь мой и Бог мой». Зимой 1991-1992 года я один раз побывал на занятиях по изучению Библии. Почему один? Потому что мои родители были против того, что я и Саша верили в Бога. Давление со стороны родителей было очень сильное. Еще большее недовольство родителей вызвало решение брата бросить обучение в институте с третьего курса и уехать жить в Потеряевку, восстанавливаемую деревню в Мамонтовском районе. Особенно непримиримым был отец. С ним не удавалось поговорить по причине его вспыльчивости и нежелания выслушать. Деяние 26 глава 24 стих. Когда он так защищался, Фест громким голосом сказал, «Безумствуешь ты, Павел!» Он предлагал мне верить в душе, как все верят. Приводил также мне в пример пузатых, холеных попов, видимо, внешностью своей внушавших отвращение. Что в храм ходят только одни бабки. Молодых там нет. Занятия по изучению Библии назвал сектою. Еще отец и мать боялись, что я брошу школу, не говоря уже об учебе в институте. Мне было очень трудно. Брат, конечно же, предупреждал о такой реакции, о том, что дьявол будет нападать, особенно через родных. Матфея 10.36. И враги человеку домашнее его. И так моим духовным отцом стал мой родной брат, от которого я услышал впервые о Христе, получил Евангелие и первые наставления в духовной жизни. 1 Коринфянам 4.15. Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Надо сказать, что сейчас мой брат Саша не является сыном православной церкви, а посещает богослужения в молитвенном доме у баптистов. Там же ведет занятия по слову Божьему с молодежью, хотя сам себя баптистом не считает. Вспоминая наше общение с братом, его ревность в проповеди, первым из общины стал благовестником. Не удержать слез. Крещение в озере в полное погружение я получил в 1993 году в деревне Потеряевка от рук священника отца Иоакима Лапкина, родного брата Игнатия Лапкина, проводившего те самые занятия по изучению Библии. Моими поручителями, ответственными за научение в вере, были мой брат Александр и номинально дружинин Дмитрий. Сейчас тоже не является членом нашей общины, а состоит в секте новая жизнь. 1 Тимофею, 1 глава 2,19 стих. «Имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере». С 1992 по 1999 год часто ездил в Потеряевку на помощь к брату или на праздники Пасхи и Рождества Христова. Первые поездки в Потеряевку оставили самые светлые воспоминания благодаря общению с верующими людьми. Может, еще и потому, что нравится жизнь в деревне, ухаживать за скотиной. Там же я научился, например, доить корову. Впервые ездил верхом на коне, косил сено, качал мед, копал колодец, делал саманные кирпичи. Там же услышал и полюбил баптистские песни о Христе, которые пели девчата. Люблю фотографировать, поэтому часто рассматриваю лица людей, которые приезжали в Потеряевку, которые когда-то были членами общины, с которыми имели общение. Итогом этих воспоминаний всегда является молитва об ушедших. Во время учебы в Политехническом институте 1994-1999 годы регулярно посещал занятия по изучению Библии, проводимые в то время здесь же. Также в то время удалось побывать на подобных занятиях, проводимых отцом Михаилом Капрановым. Несколько раз был на богослужениях у баптистов. Осознание того, что ты имеешь, находясь в общине, приходило не сразу. Я говорю в первую очередь о чистоте веры, о том, что здесь прививается любовь к Священному Писанию, как главному авторитету в православии. 2 Тимофею 3.16 «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». Это выражалось в организации занятий по изучению Библии на основании толкования святых отцов православной церкви, проповедях на богослужениях, постоянная ссылка на Библию при ответах на вопросы. «Благодаря этому я знаю, что такое каноны православной церкви, жития святых, толкование отцов церкви, имею представление об истории церкви, соборах церкви, знаю, как рассуждать на основании Библии, как применять Слово Божье в разговорах с сектантами и вообще в жизни. Огромное значение придаю общению с другими верующими во Христа. Здесь и проникновение в нужды другого человека, молитва в трудных жизненных ситуациях, совместная работа на различных мероприятиях бытового уровня, уборка храма, помощь при завозе угля, копка картошки и так далее. Совместная проповедническая деятельность, расклейка объявлений, раздача визиток с приглашением на занятия, распространение литературы. Благодаря проповеднической деятельности Игнатия Лапкина мы имеем место, где можем собираться на молитву, имеем священника и епископа, доступного для общения. Неоценимое преимущество, что я женился на верующей девушке, и у нас духовное единство во Христе. Мне искренне жаль людей, ходящих в храмы Московской Патриархии, которые ничего этого не имеют. Общинная жизнь есть у баптистов, но это не церковь, там нет священства. Благодарение Богу, что уверовал в Сына Его Иисуса Христа, обрел истинный смысл жизни, имея верующих друзей и наставников в крестовоздвиженской общине, крещен в полное троекратное погружение руками законного священника. Знаю, куда обратиться в трудной ситуации, у кого искать помощи. Дмуха Константин Георгиевич, телефон для связи в Барнауле, 45-35-26, Псалом, 26-й, 10-й стих, «Ибо отец мой и мать моя оставили меня, но Господь примет меня». Так, стихотворение, которое я буду перечитывать. Сретенье Господне на дворе, так и просится сказать зимы и лето. Встреча постоянной будет впредь, только с кем? Хотелось бы отметить. Повествует нам евангелист Лука о воспетом старце Симеоне. Песни той славы вошли в века, ныне отпущаешь, умирая стонем. Сретенье мое с пришедшим Богом, воплотившимся в хранящее вечно девство, Симеон увидел и потрогал, с Анною Христа прославил вместе. Жил я на грани бытия, жаждала душа подобной встречи среди дыма, всполохов огня. Заменить ту жажду было нечем. День пройдет, и видишь, что не то, через два, и трещина в союзе, что не станет дней, как через сто, дальше видеть оком наш. Что не то, что-то, да? Еще раз. День пройдет, и видишь, что не то, через два, и трещина в союзе. Это в Советском Союзе имеется в виду? Или как? В Союзе с другами, с истиной. А, ну, я не знаю, я подумал. Так. Встреча со Христом сравнится со третьим, с человеком, с простым. Как оно не начнет? День пройдет, и видишь, что не то, через два, и трещина в союзе, что не станет дней, как через сто, дальше видеть оком наш, дальше видеть окоем наш узок. Окоем. Постой-ка, постой, ты послушай, ты считаешь, что день пройдет, и видишь, что не то. У тебя у него рожжение еще нет, ты просто показываешь, что не понимаешь. Я не понимаю, Игнатих. Ну, я реально не понимаю. Ты видишь, что не то, не то. У тебя познакомился, а не то. Ну, вырази и прищмекни. Так я не понимаю, Игнатих. Я не могу так быстро сообразить. Мне надо... Я понимаю, что мозги проблудили, поэтому не можете. Конечно, мозг не такой быстрый, Юркий. Опять отмена, да что такое. Почему-то выскакивает, я не знаю, что такое. Наверное, пора заканчивать. Сейчас я это дочитаю. Давай заканчивай. Да. Хорошо, что ты читал. Постараюсь. Не хватает... Громотежки не хватает. Эх ты профукал жизнь со свою. Ты в одном психотворении до полсоти ошибок можешь сделать. Ни выражения нет, ни правильное чтение. И еще нельзя сделать. Нет. С первого раза, Игнатихович, никто не прочитает. Я вас уверяю. Нет. Никто. Когда такие училищ, мы в это время за бабами ухлестывали. И все улетело. Так и есть. День пройдет, и видишь, что не то. Текст, Виталий. А? А, текст. Сейчас, сейчас. Ну, я сейчас закончу. Или что, Игнатихович, не могу понятия? Вот это стих надо или все уже заканчивать вообще? Ну, надо. Еще ты который раз покушаешься на стихи. Ты же мне их писал. Считай. День пройдет, и видишь, что не то. Ну, я не смогу сейчас ничего дать. День пройдет, и видишь, что не то. Ну, не то, да, не то. Через два и трещина в союзе. Что не станет дней, как через то, дальше видеть окоемно шузок. А что такое окоем? Вот я даже слово такое не знаю. Окоемно шузок. Тут у нас с Володей та же история. Пишу там Ригой, что ни одного слова не знает. Надежда занялась. Игорь Третьяков, слову-то половина не знает-то. И странном языке на русском. Окоем. То есть охват дрением всего, что передо мной. Окоем. Окоем на шузок. Окоем человечества. Встреча с Иисусом. Мой престольный праздник. Он вошел в жилище долгожданный. Выгнал с обутыльников всех разом. Я вкушал тогда впервые манну. Свет, как ныне помню, воссиял. Ужаснулся я в своей квартире. Как же здесь ютилась вся семья? Тот вопрос раскрылся много шире. С той поры чертог мое жилище. Столько здесь гостей и постояльцев. Вместе по дорогам нищих ищем. Кто разбойником нечаянно попался. Столько встреч напомнил этот праздник. Мы копируем его и размножаем. Встречу с Иисусом пропустить опасно. Встретить могут изверги с ножами. 14 февраля 2006 года. Игла. Игнатий Лапкин. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. На сегодня все, да, Игнатий Тихонович? Да, все. До свидания. Аллилуйя. Спаси Христов. Не потеряй, что сделал. Теперь оформляй и выставляй правильно. Стихотворение. Сретенье Господне на дворе Так и просится сказать зимы и лето. Встреча постоянной будет впредь. Только с кем хотелось бы отметить. Повествует нам евангелист Лука О воспетом старце Симеоне Песни той слова вошли в века. Ныне отпущаешь, умирая, стонем. Сретенье мое с пришедшим Богом, Воплотившимся в хранящее вечно девство, Симеон увидел и потрогал, С Анною Христа прославил вместе. Жил я на грани бытия, Жаждала душа подобной встречи Среди дыма, всполохов огня. Заменить ту жажду было нечем. День пройдет, и видишь, что не то. Через два и трещина в союзе. Что же станет дней так через сто? Дальше видеть окоем наш узок. Встреча с Иисусом, мой престольный праздник, Он вошел в жилище долгожданный, Выгнал с собутыльника всех разом. Я вкушал тогда впервые манну. Свет, как ныне помню, воссиял, Ужаснулся я о своей квартире. Как же здесь ютила вся семья? Тот вопрос раскрылся много шире. С той поры, чертог, мое жилище, Столько здесь гостей и постояльцев, Вместе по дорогам нищих ищем, Кто разбойникам нечаянно попался. Столько встреч напомнил этот праздник, Мы копируем его и размножаем. Встречу с Иисусом пропустить опасно, Встретить могут изверги с ножами. 14 февраля 2006 года Игла Игнатий Лапкин Богу нашему слава во веки веков. Аминь. То есть это оживление этих вопросов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok